Завтра на очередном заседании Дагопилской думы состоится рассмотрение вопроса о начислении зарплаты всем председателям думских комитетов. Но фактически речь идет о получении зарплаты только двумя из них. И эти двое представители партии Согласия, которые неустанно твердят о том, что они оппозиционеры и ни в каких коалициях не участвуют и не будут участвовать. На прошлой неделе сразу два городских комитета, хозяйственный и жилищный, поменяли своих руководителей. Их возглавили депутаты Валерий Кононов и Михаил Лавренов от партии Согласия. Но трудиться на благо города бесплатно, как это делали, к примеру, их предшественники, не обременявшие казну не самого богатого города Латвии претензиями на зарплату, оппозиционеры не намерены. Теперь, если на завтрашнем заседании все пойдет по плану, новоиспеченным главам сразу двух комитетов, Валерию Кононову и Михаилу Лавренову будут платить ежемесячную зарплату, немаленькую. Согласно думскому решению от 11 марта 2010 года, оплата труда председателя комитетов начисляется с коэффициентом 1,3 от средней зарплаты в стране. А средняя зарплата в стране в Латвии, по последним данным Центрального статистического управления, превысила 1000 евро. Самое интересное, что выносить вопрос о назначении зарплат председателем комитетов будут без рассмотрения и утверждения этого вопроса на финансовом комитете, что уже является нарушением. То есть, есть ли деньги в городском бюджете на дополнительные траты, никто не интересовался. Кстати, по закону самоуправления должны быть только три комитета – финансовый, социальный и комитет по образованию. Их председателям действительно положено выплачивать зарплаты. Все остальные комитеты создаются на основании нужд самоуправления на усмотрение муниципалитетов. Раньше новые комитеты для нужд города создавались, но их председателям не платили. Те родили за город бесплатно, работая на общественных началах. Но времена изменились, и комитетов стало больше. Теперь даже оппозиционеры, а именно Валерий Кононов и Михаил Лавренов, претендуют на получение своей части кровно заработанных денег из городской казны. Ну что ж, городское руководство с такой оппозицией можно только поздравить. Ну а городскую казну, формирующуюся за счет выплат из карманов налогоплательщиков, напротив, пожалеть. Ненароком вспоминается история о еще одном представителе партии «Согласия» Марьяне Ивановой Евсеевой. Проживая в Риге на постоянной основе и не посещая заседания Дагуфпилской думы, депутат не забывает выставлять счета за свою работу. Так, например, в апреле месяце горожане выплатили 900 евро за работу, на которой ее не было видно. Видимо, Нил Ушаков был прав, когда сообщил о том, что согласие возвращается к власти в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова